Развитие туризма в Калмыкии становится все более востребованным на фоне закрытия границ. Гостей нашей республики в первую очередь интересует самобытность кочевого народа, его история и традиции. В последние годы в республике открываются различного рода стоянки в национальном стиле секции по калмыцким видам спорта. Большим спросом среди туристов пользуются прогулки верхом на верблюдах и лошадях калмыцкой породы. Предприниматели из Калмыкии считают, что фестиваль тюльпанов можно рассматривать как входную точку для гостей и как знакомство с нашей республикой. В этом году по инициативе главы Калмыкии Бадухасикова фестиваль расширил формат и проходит на протяжении целого месяца. А туристический кластер, созданный в рамках фестиваля, предоставил уникальную возможность продемонстрировать гостям со всей России культуру и традиции калмыцкого народа. Кроме того, одна из главных целей мероприятия – поддержка бизнеса общества. На площадках праздника предприниматели представляют и рекламируют свою продукцию. Во-первых, цель рекламы, потом, во-вторых, для того, чтобы показать, что мы можем также делать не только продукцию широкого потребления, но также продукцию местного наше значение, национальную символику, буддистские знаки. Все это интересует также нас, наших жителей, также интересует гостей. ЦПП помогает нам с рекламой, помогла вот сейчас в изготовлении буклетов, рекламные счета в изготовлении. Сейчас еще помогает, сейчас готовимся, планируем выход на сетевой маркетинг, чтобы выйти на, к примеру, на другие города, чтобы мы могли тоже покупать наши продукции, ну и рекламу и так далее, и все остальное. Ну, во-первых, такое мероприятие, как фестиваль тюльпанов, дает в первую очередь приток туристов. Естественно, увеличивается товароборот, естественно, больше клиентов появляется, и люди из России, из рубежа узнают о такой республике, как наша Калмыкия, о наших традиционных видах искусства, спорта, традициях. Я считаю, что такие фестивали нужно проводить как можно больше, как можно чаще. В первую очередь, Калмыкия ассоциировались именно с лошадьми, с кочевниками, наездниками. Поэтому, к сожалению, раньше у нас это не было представлено. Поэтому сейчас это все возрождается, и конные проуки становятся очень популярны. Потому что люди, когда приезжают в Калмыкию, в первую очередь, они хотят увидеть исконные национальные виды спорта, промыслы. И катание на лошадях, поездки на лошадях, для них это как бы очень интересно. Степной регион удачно расположен территориально, а с учетом ограничения авиасообщения, говорить о перспективах отрасли можно уверенно, считают общественники. Сейчас, в связи с тем, что запрещены практически полеты российских судов практически во все страны Европы, не говоря уже о странах Америки, у нас вопрос внутреннего туризма сейчас будет в топе, можно сказать. То есть это будет самое, наверное, популярное направление, как говорится, все направления в стране. В первую очередь, конечно, это юг. И мы здесь, наверное, занимаем одно из таких стратегических мест, стратегическую позицию, потому что мы, с одной стороны, вроде занимаем такое транзитное место, потому что через нас люди едут на Кавказ, через нас люди едут на юг, Краснодарский край, Сочи там персонально, да, в этот город. И очень хорошо, что уже много лет наше правительство республиканское занимается развитием внутреннего туризма. И фестиваль тюльпанов – это такой очень большой, пилотный, большой, массовый, масштабный проект, который тоже уже много лет проводится подряд. То есть если вначале это были сопредельники-то регионы наши, там Ростов, Астрахань, Волгоград, то сейчас уже приезжают и с центральных регионов России, и с уральских регионов, и прочее, прочее. То есть сейчас вообще целый поезд уже отправляется из Москвы. Это, конечно, заслуга большого правительства, министерства. Это говорит о том, что люди нашего власти это понимают. Люди, которые заняты в сфере туризма здесь, это тоже понимают. Соответственно, готовятся к приему этих туристов, создают определенные условия.